Девушки отдыхают 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 Весенние вечера были упоительны. Грязь под луною свергала, как антрацит. И вся молодежь города была влюблена в секретаршу местком и коммунальников до такой степени, что это мешало ей собирать членские взносы. В пятницу, 15 апреля 1927 года, бывший предводитель уездного дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, как обычно, проснулся в половине восьмого. Сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки и, учтиво улыбая, сдвинулся навстречу вошедшей в комнату теща Клавдии Ивановны. Пополеть, сегодня я видела дурной сон. Слово сон было произнесено Клавдии Ивановной с французским прононсом. Сон. Да, вот так, сон или даже сон. Ну... Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа. Ее преклонный возраст не позволял надеяться, что она когда-нибудь поумнеет. Нет, нет. Ипполит Матвеевич, слегка раздраженный, вышел из дому на полную диковинного весеннего света улицу имени Губернского. А правую руку серебрили с гробы похоронного бюро «Нимфа». Слева за волнистыми зеленоватыми стеклами у Грюма возлежали скучные дубовые гробы гробовых дел мастера Безенчука, владельца погребальной конторы, милости просим. Хотя похоронных дел было множество, но клиентура у них была небогатая. Мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Закладывал. Было дело. Взять не взяли, а зря. Теперь кусают локти. против нашего товара ни одна фирма выстоять не может. Глазет ставим раз, кистями кантуем за два. У нас первый сорт «Прима». В нем жить можно. Безрадостно поглядев по сторонам, Ипполит Матвеевич двинулся дальше. Нужно сказать, что от систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков, напитков, глаза мастера, как ему казалось, были ярко-желтыми и горели. Вот так. Горят неугасимым огнем. Ну, как у кота. И это все? Нет. О главном. Как здоровье тещеньки. Прекрасно. Прекрасно себя чувствует. Ну, дай бог. Ах! Одних убытков сколько несем. Туды. Куда? Туды его в качель. В качель? В качель. Ага. Нимфа тоже интересуется. Ага. Ага. Не обращай внимания, разве у них товар, разве они могут аккуратно похоронить тем более старушку? Они могут только все делать и испортить. Да жива она, жива, здорова. Что с ней станется? Ой. Эх. Я только в том смысле, что мы кистями хантуемся. У нас что, не крупно огурчик? огурчик. Люди в городе Энн умирали редко. И Ипполит Матьвеич знал это лучше кого бы то ни было. Потому что служил в ЗАГСе. в ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков. Проворно натянув на рукавники, Ипполит Матьвеич передал усам правильное направление параллельной линии стола и начало спокойное течение служебного дня. В этот день никто не тревожил стол регистрации и смерти и браков. В окно было видно, как мимо ЗАГСа осторожно прошелся мастер Безинчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. шатался Живая! Туды яё в качель. Не понял? Да? Тогда снова. У... Унимов. Рази. Товар. Туды я её в качель. Кисть. А... Жидкая. А мы... Мы фирма. Основаны в 1907 году. У нас что, не гроб? То... Огурчик. Обалдеешь ты среди своих гробов. Не обалдею. Ипполит Матвеевич влетел на крыльцо, и тут... Это необыкновенно важная деталь. Впоследствии он не раз вспоминал эту нечаянную встречу. Дома Ипполит Матвеевич заметил излишнюю чистоту и режущий глаз беспорядок. Соседка-агрономша Кузнецова объяснила всё сразу. Ей хуже. Она только что исповедовалась. Сильнейший сердечный припадок. Не исключена возможность смертельного исхода. Тридцать два рубрика. Первый сорт. Можно в кредит. Апполит. Помните вы наш гостинный гарнитур? Тот. Обитый английским ситцем. В моём доме? Да. В Старграде. Помню. Отлично помню. А почему вы о нём вспомнили? В сиденье стула я зашила свои бриллианты. Как? Разве их не отобрали тогда во время обыска? Нет, я спрятала бриллианты в стул. А почему вы их не отдали мне? Как же было отдать вам бриллианты, когда выпустили по ветру имение моей дочери? Как? Досадить бриллианты в стул? Стул на 70 тысяч, на котором неизвестно кто сидит. В голове Ипполита Матвеевича творилось чёрт знает что. Зазвучали цыганские хоры. Задёргались грудастые дамские оркестры. Многое представилось Ипполиту Матвеевичу. И лакейская преданность. И оранжевые упоительно дорогие кальсоны. И возможная поездка в Канны. прилитки дамские отелями. Зад'гlsевые упо годы в стул. И замышл это парнион, поглаждая из треткий атлетиков. Онió пламотно почерпать Bastально-кальован в сб audакет. 10 сотых пет приехал и победил задорthey kitchen. Посланено вчера было под discussions. А не был blown вiled a classicsью, А теперь класс AA-кан supervisors аяп至今日 repairμAKE. За игру и грустная сторона, Субтитры создавал DimaTorzok Усопла! Усопла! Исповедовав умирающую, отец Федор проделал остаток пути фривольным полуголопом. Вот эдак. Батюшки, опять новое дело затеял. Ко священному успению вечный покой подай, Господи, и сотвори ему вечную память. Феденька! Феденька, что же ты учиняешь над собой опять? Тихо! Постряхаюсь. Феденька, родненький, не как к обновленцам решил податься, а? А почему, понимаешь, не перейти к обновленцам? Уходишь, да? Бросаешь, да? Бросаешь? Ну, не бросаю. Ну, не бросаю. Бросаешь? Не бросаю. Бросаешь? Бросаешь! Через неделю, ей-богу назад. Ну, может быть, у человека дело. Не может. Ну, может быть. Нет! Ну, может быть. Может быть, дело. Господи, бросает. Да не бросает. Бросает! Отцу Федору, человеку в обращении с ближними к Роткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Вот так. Господи. Нет, вот так. Так. Или даже нет. Вот как. Да. Как вы не понимаете, средство для волос. Горощение, уничтожение, окраски. Какое-то урощение. Окраски. Для окраски есть замечательное средство. Титаник. Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной. У вас керосин есть? Тсс. Есть. Так вот, керосином тоже не смывается. Радикальный черный цвет. Флакон на полгода. Цена 3 рубля 12 копеек. Однако. Возвратясь домой, Ипполит Матвеич с омерзением стал поливать голову и усы Титаником. По квартире распространилась злобония. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым оттенком, но вторично красить было уже некогда. О, боже мой. Я уже не надеялась вас увидеть. Куда же вы запропастились? Я испросил отпуск. Двухнедельный, законный. Я уезжаю. А че это вы такой зеленый? Потому что мне некогда. Я уезжаю по делам. Штаргард. В половине двенадцатого с северо-запада со стороны деревни Чмаровки В Старгард вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал без призора. Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте, бродяги и поэту, На свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий. Брюнет, там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет. Так это значит, что я там буду. О-ри-о-ри-о, рокот прилива, шум прибоя южный размах. О-ри-о-ри-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. О-ри-о-ри-о, 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 де Жанейро. О-ри-о-ри-о, о, мама мия, потерпи, я пребуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, Но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, Пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой, И вас собою не приглашаю. О-ри-о-ри-о, рокот прилива, шум прибоя южный размах. О-ри-о-ри-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. О-ри-о-ри-о, 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 де Жанейро. О-ри-о-ри-о, мама мия, потерпи, я пребуду на днях. Дай, дай десять копеек. Ну, дай десять копеек. Дай десять копеек. Дай. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Это была историческая тирада, хотя в момент ее произнесения молодой человек еще не подозревал, что фраза обречена на бессмертие. Действительно, это прозвучало эффектно. Еще раз. Дай, дай десять копеек. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни квартиры, где не могли бы лежать, ни ключа, которым можно было бы квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек вошел в полосатом пиджаке в талию. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шармом. Ноги были в лаковых штиблетах апельсинового цвета. Носков под штиблетами не было. Ну что, отец, невесты в вашем городе есть? Кому и кобыла невеста? Больше вопросов не имею. В таком доме и без невест. Наших невест давно на том свете с фонарями ищут. Здесь государственная богодельня. Старухи здесь живут на полном пенсионне. Те, что до исторического материализма родились? Вот это верно. А что же в этом доме до исторического материализма было? Когда было? При старом режиме. А, при старом режиме барин мой здесь жил. Буржуй? Нет, предводитель дворянцев. Пролетарий, значит? Ты сам-то пролетарий. Я же тебе говорю, предводитель. Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. Ну что, дедушка, хорошо бы вина выпить? Угостить? За мной не пропадет. Ну, договорились. Так я у тебя переночую. А хоть всю жизнь живи, раз хороший человек. Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на койке, обдумывая план действий на завтра. Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. Мой папа был турецко-подданный. Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, мешавшая ему посвятить себя какому-нибудь телу, постоянно кидала его в разные концы страны. И теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лёжа в дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. Однако этот проект имел и свои недостатки. Низкий сорт. Нечистая работа. Но! Начать карьеру многоженца без дивного серого в разводах костюма было невозможно. Да. При случае этот вариант сулил многое. Так что называется... Продолжение следует... 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 Под старуху забрали, а их сколько не поздравляю, гривенька не получится. О, барин был, барин уже. Вер! О, барин, из Парижа приехал. У нас хоть и не Париж, но милости просим к нашему шалашу. Здравствуй, Тихон, что это тебя взбрило в голову? Я приехал не из Парижа. Отлично, вы приехали из Калагрива навестить свою покойную бабушку. Это лично тебе здоровье приехавшего барина. Быстро! Спокойно, все в порядке. Моя фамилия Бендер, может быть, слыхали? Не слышал. Ну, конечно, откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Слышись! Слышись! Тепло теперь в Париже? Хороший город. У меня там сестра двоюродная. Замужем. Какая сестра? Двоюродная. Что ты чепуха? Какие сестры? Я приехал здесь в Париж? Чудно, чудно. Из Маршанска. Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер, и почувствовал себя плохо. Ну, знаете, я лучше пойду. Куда же вы пойдете? Вам торопиться некуда. За вами придут. Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить и стал недружелюбно глядеть на Бендера. Я вас не понимаю. Это не страшно. Через какую границу шли? Польскую, румынскую, финскую? Честное слово, честное слово, я подданный РСФСР. В конце концов могу показать паспорт. При современном развитии печатного дела у них на Западе подделать советский паспорт, это такой пустяк, которым даже смешно говорить. Ипполит Матвеевич чувствовал сильную робость при мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель. Тогда всему конец. А могут еще и посадить. Могут. Я все-таки очень прошу, никому не говорите, что меня видели. Могут и впрямь подумать, что я иммигрант. Так он гениально. А кто вы такой? Зачем вы сюда приехали? По какому? По личному. И после этого будете утверждать, что вы не иммигрант. Хорошо, я все объясню. Кто вы такой? Хорошо, хорошо. Я вам все, все объясню. В конце концов, без помощника трудно, подумал Ипполит Матвеевич. А жулик он кажется большой. Такой может быть полезен. Я вас внимательно слушаю. Ипполит Матвеевич рассказал Остапу Бендеру, первому встреченному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умершей тещи. В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал, и восторженно восклицал. И восторженно восклицал. Три нитки шлемчуга, хорошо помню, для посверок бусина, одна большая, 110, бриллиантовый кулон. Клавдин отговорил, что 4 тысячи стоит старинной работы. Это подвеска, это браслеты, а это? Это фермуар, на который ушел урожай из 50 десятин, колье из 40-тысячной диадемы. Ипполит Матвеевич оглянулся. По темным углам, зачумленной дворницкой, вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком. Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу. Драгоценный мираж потрясал комнату. Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. И сколько вся эта музыка стоила? Тысяч 70-75. Теперь, значит, полтораста тысяч. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все на это. Как плюнуть? Как же вам плюнуть-то? Слюной. Как плевали до эпохи исторического материализма. Сколько было стульев? 12 гостинных гарнитур. Давно сгорел ваш гостинный гарнитур в печах. Этого не может быть. Спокойно, спокойно, спокойно. За дело Верусья заседание продолжается. Кстати, нужно с вами заключить небольшой договорчик. Согласен. В случае реализации клада, я как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%. Это же грабежцы из белого дня. Сколько хотите мне предложить? 5%? Ну, 10, наконец, поймите, это 15 тысяч рублей. Вы пошлый человек. Любите деньги больше, чем надо. А вы не любите денег? Нет. Зачем же вам такая сумма, 60%? Из принципа. 15%. А больше ничего не хотите? Ага. Нет, может, сходить, чтобы я работал бесплатно, дал вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат. В таком случае, простите, у меня все основания полагать, что я один справлюсь со своим делом. Ах, так? Так. В таком случае, у меня есть не меньше оснований предполагать, как говорил Энди Таккер, что и я один справлюсь с вашим делом. Мошенник! Мошенник! А там был холоден. То есть, абсолютно. Неповид Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло. Послушайте вы, господин из Парижа, а знаете ли вы, что бриллианты почти что у меня в кармане, вы меня интересуете постольку, поскольку хочу обеспечить вашу старость. Двадцать процентов. Не мои харчи. Двадцать пять процентов. И ключ от квартиры. Проймите ведь это тридцать семь с половиной тысяч рублей. Ну так и быть, пятьдесят процентов. Половина моя, половина наша. Ведь это же грабеж средь бела дня. Ну хорошо. Только из уважения к личности бывшего предводителя. Дворянство я готов работать из сорока процентов. Ле, тронулся? Тронулся, тронулся. По рукам. Уязанный предводитель Каманчи. Я не потерплю никаких Каманчей. Ну хорошо. Я буду называть вас фельдмаршалом. Ваше высочество. Что такое? Необходимо немедленно поработать диспозицию, знать, в чьи руки попала ваша мебель. Вот об этом наверняка знает Тихон. О, пролетарий умственного труда. Работник метлы. Так он гениально. Ваш дворник большой пошляк. Разможет так напиваться на рубль? А вот представьте себе. Послушай, Тихон Голубчик, не знаешь ли ты, дружок, что стало с моей мебелью? С тем, с тем гасинным гранитуром из двенадцати стюрьев. С гранитуром? Из семнадцати стюрьев? С девенадцати стюрьев. На Муровской дорожке стояли. Придется отложить опрос свидетеля до утра. Будем брать живьем. А теперь спать. Спать. О, жилет. Прямо на продажу. Продайте. Не знаю, право. Ну да ладно. Восемь рублей. О, восемь рублей. Это? Хорошо. Деньги после реализации нашего клада. Нет, я так не могу. Пожалуйста, тогда обратно. Ты же за лавочничество. Начинать полутора-стотысячное дело и ссориться за восьми рублей. Учитесь жить. Шикарно. Хорошо. Выдано Остапу Бендеру восемь рублей. Ну, вы уже открыли мне лицевой счет. Интересно. После этого Остап заснул беззвучным детским сном. Было холодно, но помещение согревало с молодым, полным трепетных идей, телом великого комбинатора. Ему снили сны в весенней фиолетово-сиреневой дымке. Остапу Бендеру восемь рублей. Остапу Бендеру восемь рублей. Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого и направился к умывальнику. Он умывался с наслаждением, отплевывался и тряс головой. Вытираться было тоже приятно. Но, отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикально черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Вы с ума сошли. Аптекарь говорил, что это радикально черный цвет, что это Титаник, контрабандный товар. Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице. Жить с такими зелеными усами в Советской России не рекомендуется. Голову попробуем отмыть, усы придется сбрить. Нет! Иди ко мне, родной. Не бойся, это еще не белая горячка. Отвечайте, дедушка, что вы знаете о мебели вашего барина и конкретно о 12 стульях из гостиного гарнитура. Чистосердечное признание облегчит вашу участь. Начал хорошо. Не разменивайся на детали, говори главное. Весной 1918 года вся наличная мебель была отвезена в уездный жилотдел. А может ведь? Окромя одного стула, который забрал завхоз второго дома соцсобеса. Стул здесь? В доме? Так точно! Стул у богодельни на первом этаже стоит. У помещения культурного массового сектора. Больше вопросов нет. Быстро на похмелку. Будем брить и немедленно. Я не могу. Почему? Это невозможно. Усы вам дороги, как память. Все равно не могу. Ну тогда сидите здесь в Дворницкой, а я пойду со стульями, тем более что первый стул находится над нашей головой. Брите. Только с этой немного. Немножечко. Оставлю все, что в моих силах. Не забудьте записать на мой дебет два рубля. За бритье и стрижку. Почему же так дорого? Везде стоит сорок копеек. За конспирацию, фельдмаршал. Ага. Я по следам в жилотдел. Вы к старухам. Я не могу. Мне тяжело будет пойти в свой собственный дом. О, волнующая история, барон-изгнанник. Ладно. Идите в жилотдел. А здесь поработаю я. Господин фельдмаршал. Взгляните на эту вещь. Она? Вон. Один шанс из двенадцати. Не так уж мало. Сборный пункт в Дворницкой. Парад. Але. Парад. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Слышен звонок, бомбинчок и вздалёк Это тройки знакомый расстрел Охраним, простиралка, широка Это самая на быстрый звезду Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-т Товарищ, в чём дело? Песни народностей. Ну, что ж, неплохо, неплохо. Инспектор пожарной охраны. Простите, а я завхоз второго дома старсобеса. Вообще, заведующий совмещаю. Вот вы-то мне и нужны. Очень приятно. Нет, Александр Яковлевич. Об этом человеке следует сказать особо. Завхоз второго дома старсобеса был не просто ворюга. Он был застенчивый ворюга. Всё существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он называл жену Сашхиной. Она звала его Альхин. Цвет не видывал ещё такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щёчки всегда горели румянцем. Смущение, стыдливости, застенчивости и конфуза. 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 Смущение, стыдливости 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 и конфуза. Остап неожиданно для себя объявил ей такой длиннющий и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца, несмотря на все старания. Прошу, товарищ, от обеда, чем бог послал? Чем бог послал? Не применялся. Прошу вас! Пожалуйста, чем бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу зубровку, домашние соленья, свежие овощи, разнообразные закуски, украинский борщ, курицу и домашнее суфле. Субтитры подогнали Симон. 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 Очень хорошо. Вскоре на место происшествия неожиданно прибыл сам технический директор и главный руководитель концессии. После его появления отец Фёдор предупредительно занял удобную позицию в глубине пустыря. Стул из богадельни. Он использовал в своих интересах тайну исповеди. Здесь Ипполит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Фёдора. Кислое дело. Пещера Лехтвейса. Таинственный соперник. Надо его опередить. Я его... Что вы его? Опережу, подумал Ипполит Матвеевич, но промолчал. Однако его душа наполнилась уверенностью и он неожиданно предложил... Морду бы ему набить. Морду мы ему пощупать всегда успеем. Сейчас важно отыскать следы остальных одиннадцати стульев. А когда же будем бить морду? Во второй серии. Поехали! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ